Привет всем стратегическим жевжикам и сочувствующим им! Вы слышите императора Василевса Алексея VI Клапсуризму, который будет под псевдонимом Василий II Багрянародный, вести Византию на уровне сложности божество в Sidmer Civilization VI Guzzling Storm к процветанию, надеюсь. В общем, вышел патч, мы традиционно, когда патч выходит, тестим его вот на такой игре на последнем уровне сложности, ставлю, значит, последний уровень сложности, новую карту ставлю на Горье, как раз заодно посмотрим. Значит, размер карты огромный, все остальное стандартное. Единственное, я еще поставил специально все цивилизации, вот, которые появились именно в New Horizons. Гавлов, собственно, Майя, Эфиопию, Колумбию и два новых лидера тоже, которые появились за предзаказ, который был. Вот, все остальное будет случайное. 12 цивилизаций в этот раз, не буду больше ставить. Оставлю варваров, тоже пока оставлю. Посмотрим просто, ну, надо всегда после патча проверять. Режим этот Великая Эпоха, который тоже появляется в патче, включаю. Долго думал, честно говоря, хотел случайные технологии социнститута тоже поставить. Но давайте все-таки проверим после патча, как оно, как компьютеры будут действовать вот с нормальными. Потому что мне кажется, что они со случайными не особо пока не, наверное, так представляется, не особо умеют. А сейчас, когда в патче сказали, что они будут чаще строить себе компуса и вообще на науку упирать, давайте оставим нормальное дерево технологии, чтобы они попробовали... Попробовали все-таки хоть как-то победить. Все, вот такие настройки, давайте, собственно, начинать игру. Да, еще добавлю, что все моды отключены. То есть никаких модов посторонних тут не будет. Пока Шон Бин трындит про то, как космические корабли бороздят просторы больших и малых оперных театров, давайте посмотрим, что нам вообще предлагает Византия. Во-первых, тяжелая и легкая кавалерия наносит полный урон городам, имеющим ту же религию, что и Византия. То есть нам явно надо пойти в религию, при этом можно особо именно на веру не напирать. Знаете почему? Потому что когда юнит... Юнит Византии... Где тут вообще написано? Вот. Византия распространяет свою религию на ближайшие города, когда побеждает вражеский юнит. То есть нам надо воевать, побеждать юнит. Ну, я так понимаю, убивает, скорее имеется в виду. И наша религия будет сама распространяться, нам даже для этого не нужны особо миссионеры. Кроме этого, юниты получают плюс три к боевой мощи. За каждую обращенную религию Византии священный город, включая священный город самой Византии. То есть нам надо в любом случае основывать религию. Вот это, кстати, большая проблема на божестве, потому что там все просто... То есть нам надо вообще с астрологии начинать. Так, города с священным местом дают плюс одну очку Великого Пророка. Ну, это поможет принять религию, но в дальнейшем не особо. Прикольно. Ну, давайте глянем, что у нас. Сразу два континента. Ну, кстати, интересное место. Сразу какое-то озеро есть. Озеро Ван. Кстати, между прочим, у меня постоянно... И что-то когда Армения будет. Вот считайте, что Византия это в некотором роде Армения. Потому что, во-первых, Василий второй армянин. Во-вторых, озеро Ван это армянское. Так что считайте, мы еще и за Армению поиграем. Так, ну... Ну, я бы никуда не ходил. Я бы, наверное, тут и основал город. В принципе. Так, давайте еще проверим, что у нас тут все... Без... Да. Без мода всяких. Все работает. Так, ну, нам... Я бы, наверное, даже вот прямо сейчас... Блин, 10 ходов астрология. Может, все-таки лошади... Понимаете, а смысл в лошади эти? Мы же... Я же без баланса играю. У меня этих лошадей может даже просто не быть. Кстати, а вот для этой тагмы... Давайте глянем, что надо лошади. Железо. Так. То есть, мне даже железо важнее будет. А для драмонов требуется какой-то ресурс? Ну, вообще, было бы странно, если бы требовался. Да, потому что для квадриремы не требуется. Ну, вы не скажите, что холмы это вся... Эээ... Вся карта высокогорьевая. Она вся должна быть в холмах. Так что то, что тут холмов много, это ничего не означает, что хорошее место. Но мне нравится, что у меня, видите, чай и шоколад уже рядом сразу есть. То есть, в принципе... А, и вино еще даже. Сразу три ресурса. Так, я вот думаю, куда... Мне, наверное, надо вдоль реки идти, скорее всего. Сверху пустыня уже какая-то. Да, давайте, наверное, я вниз пойду. Мне бы чудо найти. Ну, и начну с разведчиков. Мне прям надо сразу разведчиков. Так, слава богу, есть даже денюжки. Не самая лучшая клетка прям для начала, но неплохо. Да, и нам очень важно еще в золотой век выйти. Поэтому нам нужны разведчиков. Потому что вот в этом режиме с этими эпохами и на божестве у меня 40% городов будут отваливаться, если я в темный век выхожу. А тут, видите, кстати, надо 20 очков набрать, блин. Дофига, я бы даже сказал. Так, ну, блин. Ну, надо... Блин, даже не знаю. Ну, надо в астрологию сразу идти. Есть вроде где поставить священный... Вот сюда, например. Вот тут уже будет на плюс 3 священный... Хотя, опять же, тут вера не очень. Может, это на кампус остается? Мне прям количество веры не самое важное. А здесь вот выйдет на кампус. Выглядит хороший. Тоже на плюс 3. Ли, с другой стороны, можно взять пантеон на плюс от тропических лесов. Да, наверное, так и надо будет сделать. Я сюда, наверное, пойду. Нет, для стандартного начала очень неплохое место, кстати. В принципе, это можно играть. Я надеюсь. Еще... Посмотрите. Блин, вот мне надо теперь... Мне надо туда возвращаться. Мало того, что не давать скауту, с инфой вернуть. Так, надо еще найти тот лагерь и очки эпохи получить. Ну, тут явно город надо будет где-то на реке ставить внизу. Это я уже скаутом, наверное, своим гляну. Ниже. О, он, слава богу, пока нас не находит. Так, мне надо... Слушайте, я тут пришел на третий ход, да? То есть, где-то... О, Арарат. Точно Армения. Играем за Армению. Тут, кстати, на озере, наверное, тоже сверху можно будет где-то поставить. Кстати, интересно, что он прошел по моим границам. И, типа, меня так и не заметил. Но это, кстати, не заметил из-за тропических лесов. То есть, скауты замечают только, если город они видят. Тогда у них восказательный знак появляется. И они бегут всем об этом рассказывать. Так, наверное, вниз по реке пойду. А тут я ищу... Вот он. Отлично. Кстати, вот тут похоже на город. Тоже. Так, предварительно поставим. Сюда. Вот надо этот лагерь забирать, чтобы не было проблем. Так, Константинополь вырос. И обрабатывает эту. 6-3. А если так? 4-4. Я думаю, что мне все-таки важнее скаута быстрее поставить в этой ситуации. Мне надо быстрее искать. Вдруг я чудо найду. И мне надо... Город именно рядом с чудом. Там священные. Ну, сами понимаете. Ну, хотя, не факт, что чудо может быть. Я не выбирал никаких чудес. Пускай... О! Бежит уже. Так, мне надо лагерь быстрее, чем он приближит. Убить. Ну, это 2 атаки. Ап. И третья атака, по идее, забирается. Лагерь даже без карточки. Ну, тут нормальные места в игре. Хорошо, нету никакого... Ну, выглядит, что пансион надо будет брать на соседство тропических. Если, конечно, его не заберут до меня. Все-таки божество это божество. О! Хотя этот чувак мне может помочь. Если он сейчас извергнется, то хана варварам бедным. Хм. Ну, почему-то линза сразу не срабатывает. Ну, давайте пока предварительно сюда подумаем. Нам бы, конечно, хоть какого соседа найти, чтобы понимать, в какую сторону города ставить. Но пока, когда нету соседей, надо ставить на пресной воде. Так, АПМ. Видите, он еще не дошел до лагеря, он не успеет сообщить ничего. Да, в следующем ходу, по идее, мечника должен убить. Ух ты, тут еще и апельсинки. Может, даже пониже давайте поставим тогда, раз у нас такой изгиб. Просто если я тут ставлю, раз, два, три... А, ну, все равно сюда влазит. Да, давайте пониже. Мне больше вот это место нравится. Не, надо астрологию своим ходом открывать. Так, я бы вообще вот прям сразу ставил священное место. Я вообще не уверен, что на божестве можно успеть религию основать. Даже не знаю, что у меня тут 12 цивилизаций, а не 20, как я обычно ставлю. Поэтому... Так, во-первых, давайте сейчас я поставлю вырасти. Сколько надо вырасти? Два хода как раз, как астрология откроется. И два хода, наверное, давайте строителей. Или, блин, поселенца. Мне сейчас строителями нечего обрабатывать. Не, ну, хотя, когда я поставлю священное место, у меня уже будет что обрабатывать. Так, давайте, во-первых, вверх туда сходим. Ну, давайте строители все-таки. Начну со строителя два хода до открытия астрологии, а потом буду уже... Ну, давай, извергайся, убивай. Блин, конь. Вы хотите сказать, что он сбегал, сообщил? Нет, давайте тут против варваров. Да, блин. Почему не ставится карточка? Блин, два раза кликал. Так, против варваров плюс один. Уверен, нам пантеон нужен. Так, ну, тут мы убиваем. Сейчас, сейчас вот извергнется, блин, вулкан, сволочь, уверен. И убьет мне... Так, военную традицию заодно продвинули. О, так тут даже еще... Ну, тут, конечно, надо исследовать, посмотреть. Естественно, я следующий город сюда сначала поведу, а не туда. Тут как-то... Зело опасно. Так, ну, тут у меня походит этот скаут, наверное. Давайте перепрыгнем речку и тут будем сейчас исследовать. Дальше пока международная торговля, давайте. Так, Константинополь сейчас вырастет. Посмотрим, как у нас священные места могут где встать. Нет, фу, не из... НЕЕТ! Ну, слушайте, извергцы, но слабые, слава богу. Как я и говорил, будет извержение, как только мой юнит встанет под вулкан. Так, уходим. И смотрим. А, не, плюс один. Блин, а какое... А за счетом соседства-то... Ага, значит, тут соседство как раз для кампуса. Вот тут норм будет. Да, но если я возьму пантеон... Я же не знаю, какой пантеон возьму. Не факт, что мне дадут такой пантеон взять. Если я возьму тропические леса, тут норм будет. Ну, так норм будет и здесь тогда, для тропических лесов. И здесь будет норм. Слушайте, я бы, наверное, тут поставил. Пожалуй... Здесь вот жалко, здесь бы я для коммерческого района оставил, например. То есть, я бы, наверное, делал так, тут. Кампус, причем кампуса мы не очень, очень, очень не скоро, так скажем так, поставим. А вот сюда я бы священное место, да. Не, понятно, что если я беру тропический район, то, например, вот здесь вообще, смотрите, да. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс пять было бы. Но проблема в том, что я не уверен, что я смогу взять этот пантеон. Вот в чем дело. Если бы я сейчас знал уже, знаете, такой был уверенный, то, возможно, бы я вот сюда бы поставил. Но хотя бы плюс один хоть какой-то иметь. Опять же, повторю, нам тут... Мне не совсем... Конечно, количество веры это тоже неплохо. Тоже неплохо. Но для Византии больше важно именно религию основать, чем веру получать. Поэтому, наверное, все-таки давайте сюда, да. Так, ну и откладываем. Я, наверное, даже как священное место построю еще и проект буду делать. Так, тут теперь надо с роста тоже убирать. И на производство. Так, тут все. Блин, может еще эту клетку купить? Ну, вот эти две. Ну, еда. Ну, в смысле, еда и производство все-таки. Да. Надо. И да. Отлично. Отлично. Пять ходов. Видите, уже они шесть. Строить. Ну, все. Вот еще один из багов, которые не правят с самого выхода игры. То есть... А, даже четыре хода. Уже исправилось на четыре. А на самом городе как было шесть, так и пишется шесть. Окей. Окей, гугл. Блин, еще и тут варвары. Ну, я бы сюда тоже сходил. Наверное, даже я смогу этим дуболомом и этот лагерь забрать, кстати. Я думаю, подставляться мне под атаку. Наверное, нет пока. Мне надо скаута... Блин, мне бы вот тут исследовать. Ну, теперь животноводство давайте откроем, посмотрим, надо ли нам было спешить с лошадьми. Я думаю, я думаю, я не буду лошадей. Да, елка, что так больно-то? Дяденька не бить. Хотя я... Знаете, что я, наверное, постою? Я не думаю, что он... Я просто, когда стою, мне десять хитпоинтов восстановится. А если я пойду, то лошадь все равно меня догонит. Давайте тут смотреть. О, первая руинка, кстати. Так, я, пожалуй, вот так буду обходить. Прикол. Такой, не знаю, как это канал назвать. Эгейский канал. Да, высокогорье, она очень похожа, скорее, на семь морей, карту, но с холмами. То есть тут небольшие, небольшенькие моря будут всегда. Кстати, заодно и Драмон можно будет тогда опробовать раз-два. Кстати, вот тут хорошее место. Потом еще сюда влезет город, да? Ну и так, предварительно... Точнее, как предварительно? Тут это одно место. Ну, я не хочу на скот ставить. То есть так... Ну, это пока, знаете, так все. Вот тут я точно город поставлю. Тут мне нравится. А дальше уже будем посмотреть. Так, рост, строится все. Не должны убить мне дуболома. Фу, да. А что он не лечится, не пойму? Или он вылечился в начале? Не, ну, скаут теперь... Вот опять же, видите, я не могу пойти... Мне нету смысла... Хотя... Если я сюда отойду, по идее, скаут не должен меня атаковать. Ладно, сейчас еще подумаю. Давайте, наверное, сюда посмотрю. Ага, тут горы. Ну, тут, видите, вот это место, как минимум, тут какой-то кампус можно будет поставить. Блин, тут вот не очень удачно. Видите, у меня немножко скаут. Видите, я, наверное, сюда вернусь. Вот так пойду. Не очень, конечно, удачно получилось с этим лагерем. Давайте отойду. Заодно глянем, что тут. То есть, где меня лучше ставить? Здесь или здесь, например? Ну, тут, не важно. Тут и тут будет одинаковое жилье, потому что озеро дает пресную воду. Кстати, а озеро Ван вообще оно пресноводное или нет? Вообще, конечно, странно вот за Византию так вот начинать. Потому что Византия, это уже должна быть империя. В этом плане Humankind, поэтому и круче. Вы, типа, как раз выйдете во всякие эти империи, уже когда у вас будет развито. Да е-мое. Лучник стреляющий. Ну, он не должен меня сейчас убить. Поэтому я сюда встану. Так, что уже? Ну, да, большой бассейн на 13-м ходу. Даже медленно как-то. Жду Стоунхендж. Колесо. Блин, мы колесо и так могли продвинуть. Вот здесь шахту поставив на меди. Не самая лучшая руинка. Так. Пророка там вроде... Да, пророка еще никто не добивает. Очень хорошо. Ну, я... Ну, ладно, давайте сюда вернусь. Сюда пойду посмотрю. На острове мы тут никак не можем быть. Я повторюсь, тут, наоборот, мало... Так, что с животноводством? Ну, как я и думал, вон только лошадь. Ну, давайте я... Я же, знаете, я слепой обычно всех этих ресурсов. Да, только вот лошади где. Так что, как раз очень классно, что мы не пошли в лошадей. Еще было бы, ну, астрология, если бы мы тут где-то сейчас чудо нашли. Мехико первыми встретили. Это хорошо. Плюс один производство в столице. А что дает воздействие районов на три... Ну, вот, кстати, для развлекательного комплекса, в принципе, для нашего района, это неплохо. Так, ну я все равно сюда прыгну, наверное. Он ведь может... Он подойдет, точнее, сюда обстреляет, но я все равно сюда прыгну. Блин, там еще скаут. Так, ну мне надо, наверное, мастерство открывать. То есть, какие я три клетки обработаю? Так, здесь явно надо горное дело. Обработаю здесь лук. Потом надо, видимо, медь и камень. Так, а здесь... Подождите, мы сначала не рабочего. Нам надо молитвы в священном месте посрочно. Ну, тут горное дело открываем. Может, все-таки международную торговлю до открывать? Что тут нам? Плюс два зо... Торговый... Да мне это ничего не надо, да? Мне это сейчас ничего не надо, так что мастерство. Так. Ну и что это тут встал? А, ну он уйдет оттуда. Так, вот с этим скаутом могут сейчас быть проблемы. Сейчас этот проатакуют, и скаут может еще проатаковать. С другой стороны, скауты обычно не атакуют. Знаете, я хочу этого скаута вылечить. Не могу я тут территорию посмотреть никак. Так, 15 ходов, и мне еще... 9 очков надо где-то взять. Блин. 63 денег. Строитель соточку стоит. Ну да, пока, видите, я откладываю. Мне важно очень религию основать. Очень важно. Поэтому я тут все откладываю. О! Есть. Так, давайте апнем по холмам. Здесь еще... Так, глянем. Угу. Угу, тут еще какие-то места. Ничего. Между прочим. Что у нас с великими людьми? Так, ну вон уже кто-то. Одно очко. Я уверен, что они их даже просто купят. И у нас... Стоит ли мне... То есть, это 15... То есть, если я еще раз проведу молитвы в священном месте, то я уже стопудово получаю религию. Вот вопрос, надо ли. Я и так буду 2... Ну, получать 2 очка пророка. Так? Это значит 6 ходов. 8 ходов. Через 8 ходов у меня будет религия. 24 ход. Ну, по идее... По идее должен взять. Мне кажется, не стоит... Мне кажется, уже не стоит. Я вот не помню, но, по-моему, до 24 хода еще все религии не разб... Ну, глянем. Давайте глянем, блин. Как оно пойдет. Да хорэ... Что ты меня... Все по мне стреляешь. Живодер. Так, надо возвращаться, а то там... Так, уже пантеон можно... Ну, это потому что я проект провел. Давайте смотреть. Священные места. Плюс 1 от тундры. А, ну все. Это как я и говорил. Видите, нету плюс 1 от тропических лесов. Уже разобрали. Несмотря на то, что я... То есть, я вообще максимально быстро все сделал. То есть, я просто... Я раньше мог взять пантеон, только если бы я в руинке нашел веру. Просто невозможно по-другому было быстрее сделать. А этот пантеон уже взят. Так что я очень правильно на них не рассчитывал. Давайте смотреть. Ну, мне бы, конечно, может на веру взять. Но это точно не работает. Священное место находится рядом с рекой. Тоже не мой случай. Для чудес вряд ли. Но вот Искробожью можно взять. Да, чтобы еще быстрее. Чтобы я 3 очка великих людей получал за пророка. И получается, я получу пророка... 3, 13 очков за 5 ходов. На 1 ход всего лишь я ускорю. Ну, такое. Дальше. Производство от рыбацких водок точно нет. 2 единицы производства на болотах, оазисах и поймах рек в пустыне тоже нет. У меня тут даже болот никаких нет. Нет, вот 2 болота есть. И все... Ну, вот еще болото. Ну, не знаю. Как-то не особо, говорит, лагерей нету. Каменоломни. Ну, вот одна каменоломня будет и все, да? Ну, вот еще каменоломни. Ну, это, блин, так не скоро. Производство и вера от каждого улучшенного стратегического ресурса. Ну, с лошадьми у меня уже не завезло. Не знаю, где это будет железо, но... Что-то не хочется. Плантации. Ну, плантации. Раз, два, три. Тут плантации будут рушиться, очевидно. Из-за вулкана периодически. Не знаю, не знаю. Дополнительная вера, равная 50% мощи каждого боевого юнита, уничтоженного в пределах 8 клеток от священного места. Ну, кстати... В моем случае... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я их немножко... Хм, может это взять? Мне кажется, кстати, и богиня огня еще может вполне зайти. Потому что, смотрите, вот тут у нас вулканы, да? А тут уже извергался, уже вот отсюда будет, например, капать. Ну, с другой стороны, это и все вулканы, которые есть. Блин. Может попробовать бог войны вот этот взять? Ни разу не брал, честно говоря. А раз мы будем воевать за Византию, как бы, план такой. И явные священные места еще поставлю. Просто интересно, как оно... Я никогда не брал этот пантеон. Вот сколько себя помню, никогда не... Давайте попробуем. Так. Значит, сколько у нас еще очков? Текущий счет тринадцать. Нам семь очков. Два очка примерно будет за... Религию. Так. Нам бы еще выйти... В какую-нибудь эпоху, но, наверное, в эпоху не получится. Нам точно надо этот лагерь как-то еще забирать. Нам бы еще кого-нибудь встретить. Ну, судя по тому, что Мехико мы встретили первыми, тут, наверное, никого и не будет. Может, туда и не ходить. Ну, нам нужно еще руинки искать. Давайте глянем. Горное дело. Ну, нам бы, конечно, колись этих... Уже начинать кавалерию какую-то строить. Блин, ну и гончарное дело надо. Ладно, давайте гончарное дело. Юнитов как-то пока... Мне кажется, бессмысленно. Просто по той простой причине, что у нас пока одни варвары. И мы вроде с ними справляемся. Ну, сам убился от меня. Обработка бронзы как раз прокачалась. Три варвара убита. Ну, наверное, давайте после гончарного дела как раз обработку бронзы откроем. Так. Тут... Ну, тут надо начинать с меди. Просто потому что ощущение, что тут вон варвар бегает. У меня с Катей подойдет, обстреляет мне разведчика. Так. Тут я, наверное, постою, полечусь. Тут зайду сюда, полечусь. Что у нас Константинополь обрабатывает? Ну, в принципе, наверное, да. Пускай так и будет. Давайте смотреть на пророков. Ого, уже ученый взят. Нифига себе. Восемнадцатый ход. Интересно, и кто его взял? Ну, это, походу, куплен. Это куплен, кстати. То есть, видите, насколько у компьютеров на божестве валят все ресурсы, что они уже смогли к восемнадцатому ходу накопить, ну, наверное, не шестьсот пятьдесят. А может, и шестьсот пятьдесят. Столько денег, что купили великого человека. Ну, как бы, для игрока это вообще нереально. Интересно, тут речка идет. Нактане... Нактанган. По-моему, не византийское название. А вот и Стоунхендж. Сейчас уже будет первая религия. Так. Тут я уже опасаюсь атаковать. Я, конечно, нанесу урон, но он потом меня обстреляет и, скорее всего, убьет. Поэтому пойдемте-ка вверх. Но, правда, сюда встанет, тоже обстреляют. Мне каждый ход так будет делать. Блин. Это не очень хорошо. Так. Ну, это поселенец у меня пойдет сюда под охраной как раз скаута, который вылечится к этому моменту. Блин. У меня все меньше ходов остается, а очков эпохи... Так. Мне тут явно надо будет строить юниты. Наверное, пращиков. А что у нас какие? У нас на кавалерию, да, естественно? То есть, просто на рукопашных. Вот, кстати, плюс три сейчас работает, мне даже интересно. Я что-то не обратил внимания. Ну, я не... А, я же религию не основал, блин. Уже, уже хочу, здесь священное место поставил. Все, уже плюс три давай. Нормально. Так. Ну, тут не важно, рукопашные или стреляющие, поэтому я, пожалуй, все-таки пращиков буду строить. А вот если мы про рукопашных говорим, то, конечно, я буду кавалерию строить, а не воинов там или мечников. Да, карта, кстати, судя по всему, широка, ведь я соседей не могу найти. Мне тут как бы... А на кого мне, собственно, нападать, спрашивается. О, в смысле, он подошел, но выстрелить не смог. Отлично. Так, вот, когда мы так вот сейчас убежим. Карапынар. Сакария. Ну, вот это... Вот это точно не византийские названия. Мне кажется, кто-то сверху, кто-то должен быть. Так. Что я хочу... Наверное, все-таки камень хочу обработать, ну и, соответственно, ускорить каменную кладку. Блин, жалко, что у меня не этот прокачан на движение по холмам. Блин, тут равнина. Как бы смысл все остановиться. Ладно, сюда. О, Корея. М-м-м-м. Странные цвета у Кореи. А че за... Почему цвета Голландии и где ее стали... Ого. Так, ну это далеко. Это далеко. Удивлен вообще встретить Корею. Ну, мне, наверное, тогда надо сюда, видимо, идти. Тут пытаться какие-нибудь руинки найти. А, ну вот какие-то очко. Так, сколько нам? Еще пять очков и десять ходов. Ну, религия два очка. Вряд ли я успею этот лагерь забрать. О, уже католицы. Ну, это Стоунхенш, правда. Это Стоунхенш. Что у нас по пророкам? Три хода. Интересно. Храмы и святилища. Ну, вот жалко, да. А знаете что? Может взять нам... А, ну там, правда, соседство у меня маленькое для... Я просто думал трудовую дисциплину взять. Как раз проверить, действительно ли работает, что после разграблений возвращается. Так, объединяем и пошли пока сюда. Блин, мастерство не отложил. Виноват. Ну, что ты за мной бегаешь? Утомительный лучник. Ну, как раз он прибежит, тут прачники появятся. Так. Константинополь. Два, два, два. Производство. А если так? Три. Давайте так. Прачник все равно два хода строится. Город вырастет быстрее. Может эту выкупить? Не, я лучше деньги оставлю на караван. А клетка сколько стоит? Сорок пять. Да, блин, где руинки какие? Тут, конечно, вот на этой карте скаутов прокачать на высокогорье очень важно. На движение по холмам. О, задолбался бегать за мной. Наконец-то. Так, тут наводнение улучшило клетки. Нет. А, да, повышенная урожайность у двух клеток. Хорошо. Это мне в будущем понадобится. А, ну да, вот мне тут деньги на выкуп этой клетки нужны были. Так что пока... Оба-на. Каменную кладку ускорили. Так, и у нас... Давайте, наверное... Так, пускай обрабатывает. Главное, чтобы варваров много не расплодилось в этом месте. А, слушайте, я смогу лагерь заб... О! Точняк, сейчас же поправили это дело, что я могу... Границами города просто выкупить клетку, и вот вам очки эпохи. Так, что там у нас по религиям? Да, следующим ходом у меня будет пророк. Отличненько. Да, ну что-то у меня как-то соседей нету. У меня на кого нападать-то. Что-то как-то... О, тут хорошие места на озере Бурдур. Барабудур. Хм. Ну, а, собственно, реально, а где соседи? Как мне... Ну, то есть, скорее... Я шо стану туда идти. Так, тут, наверное, пока ничего не меняем. А, ну да, вот это ж можно уже поменять, да. Да, блин. Так. Против варваров оставим. Е. Там еще и пророк очки эпохи даст. О, так я думаю, что это уже все. 17 очков. То есть, основываем религию. Это еще два. Ну да. В золотой век я тут выйду. Слава богу. Иначе... Хотя у меня два города... Интересно, если два города, то 40... Отвалится ли у меня хоть один город или нет? О, Гонконг первый встретил. Да что такое? Надо, видимо, было больше на этой карте ставить. Цивилизация. А то у меня как-то... И нападать не на кого. Слушайте, а я не заметил, между прочим. Вот у меня... Я поставил священное место, когда взял пантеон. Вот этот скаут об меня тут убился. Я получил очки веры за это? То есть, я должен был получить... Ну, сколько там скаут? Я не знаю, сколько... Варварский скаут, но... Мой скаут у нас... 15. То есть, я должен был получить, наверное, 7 очка веры. По идее. Получил ли я их? Так, ну куда мы тут будем идти? Так, этот у нас... Вот эту должен обработать. Тут пока Раннюю Империю открываем. Я, наверное, два города поставлю. И потом уже буду... Где мне надо будет, наверное, карточку? Не знаю пока. Ладно. Не знаю пока как. Вряд ли у меня будет столько веры, чтобы... Поселенцев покупать за веру в следующую эпоху. Так, вырос Константинополь. Лучше так. И основываем религию. Православие, конечно. Для... Ой, видите, уже даосизм кто-то... Это кто-то купил просто пророка, понимаете? Если это католицизм за стол... Ну, конечно, вы видели, что я первый шел. Ну, кстати, третьим основать религию, я хочу сказать... Ну, у меня быстро получилось. Так, давайте думать. Чудеса света я вряд ли смогу тут строить. Покупать здания в компусах и театральных за веру. Не думаю, что у меня будет много веры. Международные торговые пути. Довольство в городах с двумя специализированными районами. Хочется трудовую дисциплину взять, но я не вижу, чтобы у меня на территории были места для высокого соседства. Для большого соседства, для этих районов. Если бы я взял веру от тропических лесов, тогда бы да, я бы трудовую дисциплину тоже взял. Но, блин, что, плюс одно производство? Ну, вот, например, тут я ставлю город, да? Где? Вот тут, плюс два. Так. Тут я ставлю город, тут вообще непонятно, где мне... Не знаю, не выглядит трудовая дисциплина. Сейчас с хорошим выбором. А вот довольство в городах с двумя специализированными районами. Вот из того, что тут есть. Это точно нет. Вам на божестве никто не даст чудеса строить. То есть, поэтому у вас это не будет работать. Здания в компусах и театральных районах. Опять же, повторяю, у меня веры не так много, чтобы это использовать. Реликвии утраивают получаемую... Ну, опять же, вряд ли у меня реликвии будут. Тут международные торговые пути будут плюс одно золото за каждый храм и каждое святилище. Ну, то есть, максимум плюс два, так? Плюс два торговых путей. И тоже не факт, что я везде буду строить священные места. Родовую дисциплину мы уже разобрали. Монахи-воины. Опять же, тратить веру на монахов-воинов у меня не будет столько веры. Поэтому и остается только медитация дзен, получается. Вот и все. Так, а здесь крестовый поход, несомненно. Это прям, получается, must-have для Византии. То есть, они своими войнами распространяют веру и получают там еще и плюс десять. Да, два очка. Нам остается одно очко и пять ходов. Ну, как минимум, я это за счет захвата этого военного лагеря получу. Посмотрим, если я не найду больше руинку, то использую военный этот лагерь, конечно. Да, вот тут еще надо посмотреть, что он. Ну, у меня получается, пока сосед единственный... Да, еще кого-нибудь встретить могу, кстати. Блин, куда этот варвару скакал, интересно. Хм. Так, ну, железо сейчас надо открыть, конечно же. И так, следующим ходом я еще не поставлю город, пока тогда не буду покупать. Ммм, караван? Охренеть. Не, ну, не должны убить. Не должны. Так, пойдем сюда. Тут всадников. Создание строителей. Не, мне надо пока плюс пять против варваров оставлять. Ничего не буду менять. Так, Ранняя Империя. Ну, Ранняя Империя сейчас ускорится. Не сейчас, но скоро. Хм. Хрен знает, куда он делся. А, за что я сейчас получил, кстати? Слушайте, за что я сейчас очки получил, не пойму. Похоже, они даются из-за ускорения тоже. Иначе я бы 20 очков не набрал, мне такое ощущение. Не, ну вот сейчас у меня было одно очко, не хватало, так? За что я сейчас было, за что сейчас было дано мне? Непонятно. Так, давайте опять на рост. Так, шесть. Шесть, один. Что нам после... Может, амбар, чтобы город быстрее рос? Торговца. Так, торговца я сейчас куплю. Блин, или не покупать эти варвары? Тут как бы больно. Да не, он пока добежит, они его вряд ли разграбят. Давайте купим торговца. Я в следующем ходу уже должен буду его пускать. Что вот мне сейчас строить в Константинополе, вопрос. Я не хочу строить поселенца до карточки. Светилище? Ну, блин. Я бы амбар лучше построил. То есть я третьего прачника сейчас достраиваю, да? Давайте амбар. Или рабочего, блин. Короче, сейчас зависит от того, будет ли у нас железо. В радиусе где-нибудь. Бей-Шихир озеро. Не, ну тут тоже должен кто-то быть. Но я не понимаю, что так... Блин, мне вот эту сторону надо, конечно, разведывать. Ну, смотри. Это атака через реку. Это штрафы. Плюс у меня... О, кстати, я не посмотрел за основанную религию. Работает теперь? Да? Таксис плюс три к боевой мощи. Отлично. Так, и... Железо. Класс. Ну, тогда вот здесь все равно кампус на плюс три. Ладно. Тем не менее. А тут, кстати, дофига где он может на плюс три быть? Давайте я пока даже не буду ставить. На самом деле, нормально. Главное, что вот железо есть. Правда, одно-то. Давайте опять поищем. Потому что я слепошарый два. Где второе? А, понятно. Это точно не нам. Так. Подходим. Ставим город. Тоже плюс одно дали. Кстати, просто за то, что я реке поставил. Ну, это, видимо, на пойме, что тут разливаться будет. Так. Ну, пока не выкупаем тогда лагерь. Просто стоим. Да. Довольства недостаточно. Не очень хорошо. Но нам надо срочно вырасти до двух. Давайте вот так даже сделаем, чтобы раннюю империю ускорить. И нам нужен... Так. Вообще, вот тут рис. Мы могли бы тут ускорить. Но пока... Не, давайте мы, наверное, орошение так откроем. Потому что нам надо и чай обрабатывать, и вино, и бананы, и шоколад. И цитрусовые. Да, и здесь мы начнем со строителя. Три хода. Пять рост, три хода строится. Как мы можем это поменять? Все равно нет. Тогда так оставляем. Тут интересные места. Ничего не хочу сказать. Так, наверное, вверх пойду. Блин, где руинки-то? Тут никто не ходит. Мехико никто не нашел. Интересно, дорога проходит. Ну ладно, запускаем. Как бы нам в любом случае нужна дорога. Никуда от этого не деться. Ладно, давайте сюда ходить. Надо открывать потихоньку эти территории. Ну сейчас варвары будут атаковать трапезунт, но он не берется. Да, я знаю, что недостаточное довольство. Если я эту отметку поставил, уберу пока. Кстати, цвета Византии просто чуть темнее, чем у Рима в Циве получается. То есть у Рима примерно такие же цвета. Катя, я бы не сказал, что в Высокогорье прям все в холмах. Видите, тут довольно много мест с плоскими землями. Озеро Посо или Посо? Ну, конечно, не совсем. Ну, в некотором смысле правильно. Озеро Ван рядом с Араратом. Но Арарат прямо на озере Посо. Это уже не так. Ну и Черное море рядом. Какая карта немножко сгенерировалась как... Типа чем-то похожа на реальное местоположение этих всех штук. Ну, Корея 32, науки 28, культуры вообще неудивительно. Вообще неудивлен. Но мне бы, кстати, культуру бы скорее развивать, а не... Слушайте, я... А как у нас там театральные площади? Сейчас же как раз от развлекательных районов имеют бонус, да? От каждой соседней клетки с чудом светом. Это понятно? Да, плюс два от развлекательного комплекса или аквапарка. То есть нам за Византию надо ставить развлекательные комплексы и театральные площади рядом. А развлекательные комплексы где? В играх и развлечениях. Строительство, драма и поэзия, чудо света. Ну, блин, ну не дадут мне чудо никакое построить. Это вообще нереально. Все первые чудеса точно уберут. У меня только вот вопрос. Ну, мне, наверное, сначала надо в развлекательный комплекс идти, а не в театралочку. Не, ну, ранние империи, трудовая повинность в любом случае. Строительство. Давайте глянем, как нам в строительство выйти. Значит, мы орошение открываем. Строительство идет через стрельбу из лука, каменную кладку, верховую езду. Еще водяная мя. Водяная мельница через колесо. Давайте, наверное, орошение. Потом колесо для водяной мельницы. Дальше посмотрим. Там будет зависеть от того, ускорим ли мы стрельбу из лука к этому моменту. О, Индонезия. Ну, Индонезия, конечно, на этой карте будет слабовато. Ранние империи ускорено. Так. Коник бежит к моему пращнику. Сейчас я вот так в защиту встану. И вообще пофигу, что сюда, что сюда, через центр города. Так. Скаутом, пожалуй, может проатаковать. Смотрите, скаут с этим таксисом и плюс 5 боев. У него сила примерно как у всадников варваров. 20 против 18 становится. Найс. Ну, проатакую тогда. Раз у нас такие. А если еще до третьего уровня прокачать скаута, где у него плюс 20, так это вообще, наверное, будет зверь бегать. Так. Где у нас холм? Вот тут. Так. Вот эти дуболомы индонезийские... А, давайте глянем на... На лояльность. Ага, лояльности от Индонезии не чувствуюсь. Значит, ее тут рядом нету. Приперлась откуда-то, хрен знает откуда. Я бы очень не хотел, чтобы... Ну, что это... Что это начинается, блин? Хотел сказать, что... Я очень не хотел бы, чтобы всадник варваров убился об индонезийский юнит. Потому что я тогда не получаю... Так, давайте сюда встанем. Этого сюда. Атакуем всадника. Этого сюда. Ну, каковы... А, вот... Слушайте, вот город Индонезии. Блин. Ну, как, блин? А почему лояльность тебя не видно? Что у моих города... Хм. А, это поселенцы. Блин, я не... Это тупо сделано. Ладно. Да, вот. Идет. Ну, выглядит... Как скорая война... С Индонезией. Чуть ли не прямо сейчас. Лахор. Политическую филос... Тоже первым нашел. Господи, я все три... Все три ГГшки нашел первым. Так, в Гонконге уже два, кстати, посла. Представительство городских проектов, производство в городах увеличивается. Ну, в принципе, хорошее, но сейчас оно мне не особо надо, да? А, вот у нас, кстати, руинка. Но я бы эту руинку, вот эту руинку как раз вот этим бы скаутом забрал. Так, ну что, выходим в золотую эпоху. На этом серию я как раз закончу вступительную. Делаем ставки в комментариях, объявят ли Индонезия мне войну. Все-таки 300... 300 силы это не хухры-мухры. И она прямо вот рядом со мной находится. Но это уже в следующей серии. Напоминаю, спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных следующая серия появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.